Почти 20 лет Светлана Сахнов в Кубинской школе номер один воспитывает настоящих патриотов своей страны. А в 2022 году педагог присоединилась к проекту «Навигаторы детства» открытому конкурсу Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Я увидела, что есть такой отбор «Навигаторы детства». Затем я подала заявку, активно приняла участие, и в итоге я стала победителем данного проекта. Советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями есть почти в каждой школе Одинцовского округа. Эти специалисты помогают скорректировать воспитательную среду, поддерживают социальные инициативы учеников с учетом их индивидуальных потребностей. Но прежде всего каждый советник – это друг и помощник ребят. «Навигаторы детства» – это очень интересный, продуктивный, информационный и, соответственно, творческий проект. В нем можно много узнать, много познать и, соответственно, много реализовать в жизни. Помимо внедрения должности советника в регионах появились муниципальные кураторы, которые организуют взаимодействие школ-муниципалитета по вопросам воспитания и сопровождают деятельность советников. Светлана курирует специалистов Одинцовского округа. Моя основная задача как координатора в том, чтобы оказать школам-участникам проекта консультационную, методическую помощь, организационное сопровождение деятельности советников, построить их работу в форме сотрудничества и взаимопонимания, а также развития воспитательной среды нашего муниципалитета. 125 учеников образовательного учреждения являются членами российского движения «Школьников». Ребята участвуют в таких акциях, как «Классные встречи», «День отца», «Красота спасет мир», «Международный день библиотек», «День музыки» и многих других. Так, в 2019 году активистка движения Лера Косымова стала победителем индивидуального этапа проекта «Добро не уходит на каникулы» и была направлена на стажировку в Москву. Призом была поездка на волонтерскую стажировку в Москву, в которой нам рассказывали очень много интересного, очень много полезного. То есть нам там лекции проводили люди из фонда защиты дикой природы. Также было очень много известных спикеров, которые рассказывали нам про стори-теллинг, про возможности волонтерства, что это может дать и как вообще в этом можно развиваться. Наряду с воспитательными проектами в первой кубинской школе регулярно проходят различные творческие конкурсы. Например, в турнире «Созвездие талантов» ребята состязались с танцевальной номинацией «Хореография». На мероприятии было представлено 10 танцевальных номеров современных и классических жанров. Оценивали выступления ребят независимые члены жюри. Все школьные мероприятия проходят при непосредственном участии Светланы Сахно. Она развивает и поддерживает в ребят творческие, экологические, спортивные и интеллектуальные направления деятельности. А также является связующим звеном в сплоченном ученическом коллективе. Полина Толмачевов и Рит Хариддинов, телекомпания «Денцова».